Здесь я ощущаю прошлое, вековое прошлое. Хочу сосредоточиться на убийце, но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши, проникает прямо в мозг. Будто слышно эхо давно умерших людей, умоляющих, чтобы их не забывали. Духи в музее. Я пока здесь один. Стоп, это что такое у нас? Странно, да, как-то было? Зачем он прятал? Слушай, подними-ка вот эту картину. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. Это знак убийцы. Ну я еще не все улики собрал. Где-то я что-то пропустил. Что я мог здесь пропустить? Так. Это я осматривал. Такое ощущение, что что-то в темноте стоит, а я... Это не увидел. Сейчас вот здесь тоже похожу. Потому что если я сейчас это не найду, придется делать вывод. Но возможно без этой улики это не получится сделать. Так, картины. Ну вот одна выделяется, эти... Другие здесь не выделяются абсолютно ничем. Что ж, я пропустил. Давайте еще раз все внимательно осмотрим. Ах ты, блин, вот нашел. Якорь. Ну все, можем браться теперь за ответ. Какие же из них связаны с делом звонаря? Ну давайте начнем. Так. Точно не вино, точно не это. Вот, знак с картины. Очевидно. Далее. Медиумы-ведьмы. И... Цели звонаря. Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Что вызывает подозрения в действиях Бакстер по этому делу? Так, смотрим. Нет, фото здесь явно ни при чем. Повышение. Повышение. Бакстер спрятал... Да, вот, наверное, Бакстер спрятал досье. Необъяснимый поступок. Но мы приближаемся уже к этому объяснению. Бакстер приходил в музей. Так, Бакстер в музее. Так точно. И пропавшая девочка. Или звонарь. Из какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты! Ты вообще не врубаешься! Не врубаюсь? Мою жену убили три года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где. Да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? Два? Три дня назад? А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся. Я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся! Не надо меня подбадривать. Ну прости. Я не знала про твою жену. Да, да, да. Ладно. Будем действовать исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся. Так, а мне что тут делать? Бакстер под подозрением. Смотрите, нарисовали его лицо. Ну, в общем-то, правдоподобная версия. Потому что, помните, Софию? Она говорила, что убийца полицейский. Ну, не говорила этого явно. Но похоже, что она именно то имела в виду. Вот тварь. Опасные твари, блин. Так. Надо искать момент подходящий снова. Не будем рисковать, потому что в прошлый раз вообще страшно все получилось. Сейчас вот тот обратно уплывет. Все, тот пошел обратно. Давай, 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 иди сюда. Так, ЕС, этот готов. Отлично. Отлично. Так, тут ничего не получится. Фух, почти. Фух, почти. Но другой выход могли бы они, конечно, где-нибудь поближе расположить, чтобы было попроще выбираться отсюда. Поезд что у нас сейчас не работает? Так, вот выход. Убийство? Что-то снова случилось. Так, как выбраться? Не помню, где выход. А, вот здесь. Слышали, что тот парень сказал? В церкви святого Бенедикта что-то случилось? В церкви? Что за спешка, ребята? Куда это вы? А, нет, нет. Получается, снова нам необходимо возвращаться в церковь. Так, и... Сейчас, момент, 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 момент. Тут я, по-моему, все уже осмотрел. Так точно. Нам же еще эти газовые баллоны собирать. Проклятые. Полицейский участок. Ладно, сейчас отсюда выберемся. Только не помню, как выбраться отсюда. И записочка. Наш городок. Мы с Ронаном говорили про этот сонный городок. Про то, хотим ли мы здесь остаться. Мне казалось, он скажет, что когда-нибудь мы переедем в Бостон или Нью-Йорк. Но ему нравится здесь. Здесь все знакомо. Каждый угол, каждый кирпич в стене. Я испытала огромное облегчение. Кажется, мы останемся в Сальме до самой смерти. Так, ту стену разбомбить нигде не получится. Надо будет освежить память, и сколько там баллонов еще надо... Нам надо таскать, чтобы оживить видение. Ну вот, наверное, отсюда и начнем. По порядку все осматривать. Так, туда я могу пройти? Нет. Туда я не пойду. Здесь мы просто можем прятаться от демонов. Тут тоже... Ничего. А вот тут, быть может, что-то и найдется. Такой тихий закуток, да? Да, вон там вот что-то есть. Ха, ха. А как туда залезть? А, киса у нас тут. Поехали тогда. Еще четыре. Всего четыре штуки. Так. А. Ну, блин. Не допрыгнула. Значит, пытаемся еще раз. Так, ну, давай. С богом. Отлично. Отлично. Надеюсь, такая же фигня. Так точно. Нет. Так, киса, разворачивайся. С разбега. Тоже нет. Вот теперь получилось. Еще три. Да. Полные картины. Все, пока, киса. Там, я надеюсь, все проверил. Ну, плюс еще будет полезно всякие тут записочки пособирать. И тому подобные вещи. За это, кстати, тоже дают достижения в стиме. Нет. В квартиру я не пойду. Нет. Ну, я просто думал, знаете, открытая дверь, может быть, вдруг что-то интересное обнаружится. А нет. Нет. Так. Ну что, туда пойдем? Или здесь посмотрим что-нибудь? Тоже, вдруг будет. Ну да, я в курсе, что церковь там где-то. Тут ничего. Тут навряд ли что-то получится открыть. А, вот смотрите, сколько всего валяется. Причина смерти Дуглас. Жертва повешена на потолочном вентиляторе. Знак колокол указывает на то, что, возможно, это убийство. Да уже можно говорить, что невозможно, а совершенно точно. Фото семьи Дуглас. Она бы не стала кончать жизнь самоубийством. Она была счастлива. У нее было много друзей. Должно быть, ее кто-то убил. Наверняка. Отсюда мы этот баллон забирали. Я точно помню. Там тоже вроде бы все осматривали. Ну что ж, давайте сюда еще заглянем. Тут у нас сразу кошка. И, наверное, еще два. Два баллона, да, получается? Ну что ж, вселились. Ну вот один здесь. Ну там может быть записка какая-то. Черт ее знает. Мы здесь как раз и за этим, чтобы проверить. Да, смотрите. Обнаружили. Забрали. И там, да, похоже. Очередная. Ес. Все, осталась одна. Спасибо, киса. Я пошел. Хотя, подождите, куда идти? Я для начала проверю. И вот с этой стороны. А, просто выход. Окей. Ну сейчас все вот эти баллоны найдем и отправимся, наконец, в церковь. Так, сейчас, секундочку. Так, это у нас... А что это у нас было? Просто... А, это кладбище. Ага. Тогда сейчас пойдем в эту сторону. И потихонечку будем уже приближаться... Подождите. Так мы же тут, по-моему, были или... Или нет? Да нет, точно тут были. Вот здесь я еще что-то должен забрать. Однозначно. Ронан, подросток. Не знаю ни одного человека, у которого была бы легкая жизнь в подростковом возрасте. Но, разумеется, у Ронана все сложилось еще печальнее. Когда мы разговариваем об этом, он меняется, опускает взгляд, словно не может посмотреть мне в глаза. Похоже, ему очень стыдно вспоминать школьные годы и проблемы в общении со сверстниками. А мне от этого он еще дороже. Как хорошо. Так, церковь, церковь, церковь у нас там. Там у нас госпиталь. Так, тут мы, по-моему, даже пробегали уже, да? Сейчас я, с вашего позволения. Рисунки. Тут-то уже прали. Это я помню. Ладно, тогда сейчас. Куда нам еще можно добежать? Вот, смотрите, тут может быть что-либо. Так, туда. Да. Ха, странно, но тут ничего нет. Так, а лестницу какую-нибудь придумать можно туда наверх? Похоже, что нет. Да где же этот чернов баллон? Блин, обидно, но... Он у нас последний остался. Так, тут мы уже были. Там уже церковь. Сейчас я еще попробую осмотреть одно место. Блин, мне кажется, или вот там вот лестница может быть? А может быть здесь что-то может быть? А может быть не может? Короче говоря. Как бы меня не вывел этот газовый баллон. Черт его дери. Так, тут у него ничего нет. А, вот смотрите, какая-то лестница будет сейчас. Отлично. Обнаруживаем. И я надеюсь, это последний. Так точно. Все мы видели их, стоящих у обочины, оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках. Иногда у них есть кое-какой реквизит. Детская коляска, собака или кошка, канистра, чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку. Шесть лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин». Рядом с ним на земле стояла красная канистра. Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу. Поэтому я вынула из кармана два доллара и чуть приоткрыла окно. «Держи, приятель», сказала я и просунула деньги в щель. И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо. Точнее, то, что от него осталось. На меня смотрел один глаз, он как будто вылезал из обугленного черепа. Меня просто охватил ужас. И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам. Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный. С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам. Я узнала не очень много. Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик, просил милостыню у обочины и вскоре стал привычной деталью пейзажа. Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город. В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города. Он поджег себя на центральной площади вечером в час пик. После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени. Они исчезают, как только я поворачиваю голову, и при этом по всему телу прокатывается волна ужаса. Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно. Я мечтаю убраться от него как можно дальше. Ну вот, и с этой историей мы тоже закончили. Так, удаляем. Для чего? Для того, чтобы уже побежать в церковь, наконец-таки. Давайте поторопимся. Похоже, в городе все важное мы уже успели сделать. Я даже надеюсь, что все вот эти записки, все таблички я изучил, и мне удастся по максимуму собрать все эти сведения. Так, привет. Церковь сюда. Да, кажется, вспоминаю. Сейчас еще через пляж, возможно, там у нас появятся демоны. Все очень может быть. Так, куда я забежал? А! Так точно. Ну, пока смотрите, пока их нет. Ладно, сейчас мы увидим, что же там стряслось. Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Слава богу, ты жива. Нет, нет, Джой! Джой, не надо! Лейтенант, я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Маколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруэлсу, что дверь нужно охранять. Да, это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Ха, я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за грани всего человеческого. За грани? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики.